всем доброе утро вы не поверите но я опять в меркадоне мне закончилась мука я сегодня хочу хлеб печь а муки-то у меня нет может клубничку взять я вчера у кого-то видел у подруги по моему она так вкусно ела клубничку понюхать даже нельзя маски не нюхается в общем первым делом за мукой так а потом еще надо мороженое забыла взять знаете какой вот такой вот вкусный лед такой фруктовый лед так а вот вот рука ржаная какой-то другая из пельта такой спирта не знаю возьму одну потому что виды или взять возьму две ты потом опять скажу нету потом мне нужен еще муж сказал у него это для бритвы ой для бритвы нету гель закончился вкусняшки печеньки проходим мимо так яйца на макарону хлебушек тортики мы когда не стали тортики разные продавать вот цены 9 евро в основном все 9 евро 700 грамм выглядит кстати макароны уже давно хотела макароны с чаем евро 75 стоит вкусношка все проходим оксана дальше идем за зачем даже это увидела сладости и забыла зачем иду а иду я зачем иду так а она же не тут это ну ладно чуча зато чарли возьми вот эти вот эти вот интересные салфетки эти как-то квадратные обычно вот такие вот обычные прямоугольные эти какие-то квадратные интересные ну ладно нам от него пойдут чуть возьму чарли какой-нибудь у него правда есть ну раз уж я тут он только с меркодона у нас чучи ест возьму ему очень нравится представляете никакие дорогие дорогие магазины дешевые нет он только с меркодона так гель для душа вот за душа для бритвы вот такой ему нравится ну мне тоже знаете тоже нравится я вообще-то последний раз я у него использовала может быть себе какую-нибудь бритвы взять у меня тоже закончились а женские есть какие-нибудь так маски у нас есть ну как-то так за этим что все по моему все больше мне ничего не надо так вот может семечки взять что-то как мне хочется а кефир возьму пускай будет кефир до какого часа до 17 августа еще очень далеко поэтому пускай будет а крошку а еще воду газированную возьму ну вот видите начинаю вспоминать начинаю вспоминать так как где у нас вода газированная ладно такой вот у нас обзорчик вам магазина все сиски все есть главное муку взяла там тут я газированную по моему с этой стороны да виши что ли опять взять или вот такой уже взять но не маленький так и упаковочку ну да я люблю воду газированную кстати возьму целую пускай стоит так консервы разные угу 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 рыба рыба на меня ладно беру мороженое и все и уходим отсюда и валим это мороженое возьму и все и все пока у нас варится картошка селедка ждет делаем с вами соус тартар обалденный вкусный для него понадобится греческий йогурт обычный чеснок и соленые огурцы все элементарно просто ваться трем огурцы на терке на обычной хотите хотите на крупный хотите на мелкий я люблю вот на такой кстати надо новую терку купить это уже как-то не трет нифига выдавливаем чесночок все по вкусу знаете любите много огурцов много добавляйте любите поменьше поменьше опс чесночок выдавливаем у меня один зубчик чеснока потом попробую если еще будет на если еще как говорится захочу еще сделаю и добавляем йогурт естественно без добавок а то вдруг какой-нибудь клубничный получится обалденно клубнично чесночный соус и немного укропчика но это тоже если как говорится по вкусу хотите добавляйте обалденный соус картошка особенно в мундире и с мясом с шашлыком очень вкусно обалденный соус стругаем укропчика ой как пахнет ах как пахнет вкусняско все соус готов если не хватает соли ну солите все в ваших руках пишите комментарии делайте такой соус если нет то обязательно попробуйте легко просто и быстро у меня тут прям это целый да целый как это как назвать то и кофе пила у вас тоже так бывает и эти съела в тиктоке сижу сережки сняла кстати очень интересные сережки в том плане что они например как бы как двойными что ли видите то есть можно надеть один гвоздик вот так смотрите видите можно надеть вот так гвоздик ушко а сзади вот это вот еще вот такая штука в общем можно поиграть что-то такое с этими серьгами видите вот от этого пледа вот такие какие-то шняги отваливаются вот а вообще ничем не занимаемся потому что в такое время ну где-то до 6 до 7 просто ну как заниматься невозможно ничем потому что очень жарко начинаешь сильно потеть потом опять надо идти в душ вот и вот такие вот дела кстати посмотрела сегодня у нас про ситуацию в Испании могу вам рассказать немного в общем у нас вообще треш происходит опять как бы уже знаете намекают уже и на вторую волну этого этой короны дурацкой у нас то есть было 70 человек да зараженных там недели две назад а сегодня опять около тысячи 900 с лишним это вообще короче капец я помню вспоминаю знаете знакома одна ты что летом все пройдет ведь жара при жаре все вирусы умирают а я тогда помню что в жарких странах тоже он был я говорю да говорю мне кажется ничего не умрет умер хрен ему ничего одно лишь успокаивает что уже есть пять вакуум о вакуум прививок которые вот уже на стадии на третьей стадии разработки ну да ладно только знаете что смешное в общем я такая спрашиваем с клиентами что-то разговариваем там а еще дня два назад смотрела телевизор в общем то типа кому нужно делать первые прививки то сделают да а потом вроде бы как а кому их первыми делать вроде бы все захотят чтобы им делали богатым делать бедным пожилым детям кому первые прививки кто типа в первую ну на очереди первый вот вот и я такая с клиентами разговариваю говорю ну вот говорю прививку сделают а они такие все а мы не будем ее делать и я такая подумаю ну блин я тоже не хочу не буду ее делать да ну его нафиг подождем типа это ну годочек еще а потом то есть никого я не спрошу никто не хочет ее делать а там уже власти уже как бы надумывают кому ее первую делать а походу никто еще и не хочет ее делать. Странно, да? Мы хотим выздороветь, но не хотим прививки делать. Конечно, страшно, что там говорить, потому что так быстрые прививки хотят. С другой стороны, смотрите, я на грипп делаю, сразу говорю, я на грипп делаю каждый год прививки. В этом году, правда, в том не делала. А так делаю, жива, здорова и уже много-много лет не болею. Поэтому я доверяю прививкам, верю им, типа, грипп, он мутирует. Прививка тоже каждый год она разная. Ну, потому что я разговаривала с медиками, со всеми делами, они говорят, что каждая прививка, почему ее делают в октябре, вот в ноябре они делают летом? Потому что, чтобы узнать, насколько мутировалась грипп, чтобы создать вот такую вот новую, скажем так, прививку от гриппа. Вот. И ничего, жива, здорово, как бы, ничего страшного. Ну, а здесь, конечно, страшно. Там-то все-таки годы ушли на эту прививку. Ну, ладно, поживем и видим. Главное, чтобы все это закончилось, потому что иначе трещь. У нас, вот, знаете, хотят сейчас, вроде бы, как этот, эта корона распространяется из-за ночных всяких дискотек, вот, где баров, где люди расслабляются и не принимают никакие меры безопасности. И вот в Каталунии, там уже некоторые города все вошли, там, чуть ли не в нулевую фазу. Это когда вообще не выходить нельзя из дома, только за продуктами. И хотят закрыть все вот ночные дискотеки. И все такое. Молодежь сейчас простаняет все это, потому что, ну да, я вот даже по городу хожу, у них даже штрафами не пугают, они все без прибивок. О, без прибивок, без масок ходят. Ну, ладно. Вот так вот немного вам рассказала. С другой стороны, там типа, вот, посмотришь новости, вот, в Испании что творится. В других странах то же самое творится. И вот, вы знаете, вот клиенты, говорю, приходят с Франции, там, итальянцы, они говорят, у них не так строго. Я смотрю, у них то же самое. Столько же число заболевших, столько же, столько же все продвигается, все одинаково, поэтому я не знаю, почему там вот прям Испания. И вообще говорят про там, типа, осенью вторая волна. Я вообще не понимаю, почему именно осенью, может быть, потому что иммунитет ослабеет или еще что-то. Мне кажется, что вторая волна именно должна в августе наступить. Почему? Потому что все идут в отпуск, и вот все, и начинается вот это вот, люди туда-сюда, зараженные, ездят на берега, на море, и вот распространяют весь этот вирус. А осенью, наоборот, все вернутся на свои места, как говорится, по домам, и займутся работой, и школой, если будет такова, и не будет она, это, как это, онлайн. Вот, так что мне кажется, что вторая волна будет в августе, более логично, да. А еще у нас смешно сейчас, что в Мадриде, у нас же раньше был самый, ну, такой вот центр вспышки Барселона и Мадрид, а сейчас в Мадриде вроде бы как все устаканилось, все хорошо. Но это тоже логично, потому что Мадрид находится в центре страны, там жара невыносимая, все люди, которые живут в Мадриде, имеют вторую резиденцию на Косте, то есть на побережье, то есть они все с Мадриды ринулись здесь, они все здесь, в Мадриде никого нету, там никто не гуляет, ну, кто выйдет в 50-ти градусную жару на улицу, никто, там людей-то нету, вот, поэтому это логично, что в центре страны вирус не процветает, потому что там просто-напросто нет людей, вот, и об этом даже говорят сами вот, кто там, медики и все такое, вот, немного вам рассказала, ну, ладно, не так страшен черт, как его молюет, просто нужно поберечь себя немного и продолжать жить, да, Чарли, Чарли ко мне пытается лезть и целоваться, но так жарко, что я говорю, не надо Чарли целоваться, потому что его, пух летит, ну, что ты так на меня смотришь, моя рыбка, я тут сижу просто почти что голенькая, и вот решила камеру взять и заснять, ну, а что, а дома вы что, надеваете на себя красивые, там, я не знаю, халатики, хотя, знаете, есть все красивое, и красивые пижамы, и красивые все, оно все лежит, в своем этом, и ждет, не знаю, какого часа, к какому времени я его буду все это надевать, а потому что все жалко, ну, ладно, пускай лежит, ждет своего часа, пойду сейчас пить после селедки, просто невыносимо хочется пить, я уже и кофе попила, и арбуз съела, сейчас пойду за водой, прикол хотите, вместо кал, цветков, у меня, знаете, что здесь растет, грибы поганки, во, там прям их два, обалдеть, ну, нифига себе, прекрасный климат для поганок, кто хочет по грибам, приходите, девчонки, нажарю вам, с картошечкой молодой, ой, не могу, представляете, мовлин, а вы говорите, у меня все растет, даже грибы, у нас это просто и часто бывает, что по улицам вот так ходят лошадки, прекрасная погода, прекрасная погода, как красиво, идем в наш любимый парк, точнее, в Чарлин любимый парк, мне он как бы по барабану, даже пропускают, спасибо, заранее, я уже второй день забываю заправить пакетиками, для какашек Чарлин, у меня полная сумка, перчаток зато, ой, раньше, когда в супермаркеты ходили, я набрала всех классов перчаток, сейчас, кстати, у нас появились продажи перчатки, и в магазинах не обязательно пользоваться перчатками, поэтому у меня их полные карманы, там детишки, их достаточно, и обычно детишки все хотят с Чарли играть, а Чарли не очень любит, детишек, в общем, надо следить, в общем, там какие-то марокканцы, дети играли с водой, и один бабахнулся в воду, вот они все кинулись, маленькие, годика два, брат кинулся за ним, все кинулись, спасать, вот так вот, опасно, они такие шумные, начинают орать, но ситуация, конечно, да, он, знаете, прям это, плюхнулся в воду, маленький, а второй, наверное, годика четыре, ему тоже кинулся за ним, я, короче, они вдвоем не смогли никак оттуда выйти, эти бежали-бежали, что-то начали орать, орали-орали, а толком ничего не делали, то есть этот маленький четырехлетний ребенок вытащил другого маленького двухлетнего ребенка, а эти бабы только охали-ахали и орали, очень странные какие-то, и самое интересное, они сидели от детей, довольно-таки-то далеко, так что без детей, вообще детей можно оставлять без присмотра, Маму, Винька, Маму, это вот у него, у него протест он сейчас будет делать, а нет, у него тут, это его друг, он приготовился играть с ним, кстати, вот этот вот друг, я их на пляже видела в прошлом году, вот мы с ними, он всегда, Чарлин, вот тут в этом в парке играют, а сейчас, его хозяйка родила ребенка, и поэтому вот, они уже не гуляют, а с коляской там, Чарли, Баму, ясно? Пойдем, видите, они там все еще орают, кричат, то есть они вон там сидели, а пруд вот тут, и ребенок, они там, дети что-то кидали, листья какие-то, и ребенок плюхнулся в этот пруд, вот так, такая вот история, вышла из души, не поняла, то ли вышла, то ли не вышла, я когда прихожу с прогулки, прогулки, ну я хожу быстрым шагом, в общем, вся мокрая, кругом, потом мне еще вот ходняк нужно делать, не знаю, полчаса, наверное, чтобы остыть, но зато такой кайф, принять душ, прохладный, это вообще лепота, я бы так и стояла, и стояла под ним, чтобы вы поняли, жарко, да, мини-нютику, видите, как он знает, что это он, тебе жарко, моя лапа, жарко, в общем, всего вам самого наилучшего, приятных выходных, проведите с пользой, и будьте здоровы, всего самого наилучшего,